Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошел концерт посвящения Федору Шаляпину. Поборолись за звание лучшей команды и показали настоящую борьбу. В Самаре в парке Гагарина прошел финал районного этапа городских соревнований высший класс. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая приезжала с рабочим визитом в Самарскую область, и губернатор Дмитрий Азаров провели двустороннюю встречу. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Глава Верхней Палаты Российского парламента обратила внимание на положительные изменения, которые произошли с момента ее предыдущего визита 10 лет назад. Валентина Матвиенко отметила, город строится, благоустраивается, развивается, появилось много новых объектов. Конечно, за этим стоит огромный труд, в первую очередь, лидеры региона. Сегодня Самара – один из красивейших городов. Чувствуется ухоженность и благоустроенность, чего раньше не было. Кроме того, во время рабочей поездки в Самарскую область председатель Совета Федерации вместе с руководителем региона оценили возможности нового корпуса Центра военно-патриотического воспитания «Авангард Самара», где дали старт первой профильной смены защитники Отечества. Обсудили на встрече и дальнейшее развитие автоваза. В свою очередь, Дмитрий Азаров рассказал, что в этом году существенная сумма будет направлена на обновление пассажирского транспорта в Самаре и других городах и районах области. Бороться с незаконными свалками муниципальным властям станет проще. Правительство России рассматривает возможность предоставить право выдавать предписания за нарушение правил благоустройства по результатам выездных обследований без участия прокуратуры. Об этом говорили на заседании Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области под руководством главы города Елены Лапушкиной. Подробности в нашем сюжете. Правительство Российской Федерации рассматривает возможность предоставить муниципальным властям право выдавать предписания за нарушение правил благоустройства по результатам выездных обследований без участия прокуратуры. Об этом говорили на заседании Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области под руководством главы города Елены Лапушкиной. Постановление еще не принято. Проходит обсуждение. Раньше муниципальные власти были вынуждены согласовывать с прокуратурой внеплановые мероприятия, что требовало больше времени на их организацию. Если изменение будет принято, муниципальные власти смогут работать эффективнее и оперативнее привлекать к ответственности виновных. Если появляется возможность нормально работать, мне кажется, это вот такая неплохая идея. Вместе с тем ряд муниципальных образований отметил, что неплохо было бы предусмотреть административную ответственность и наделить соответствующими полномочиями административной комиссии в сфере уборки прилегающих территорий, на которых содержатся различные строительные материалы, древесина, оборудование. В марте 2023 года появилось постановление правительства Самарской области, касающееся регулирования самовыгула собак. Некоторые владельцы четвероногих выпускают их на улицу без намордника и контроля. Постановление регионального правительства устанавливает дополнительные требования, связанные с обращением с животными. Введен запрет на выгул собак без поводка и намордника. Правда, пока ответственность за нарушение не предусмотрена. Представители Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области направили в Губернскую думу предложение обозначить административную ответственность за это нарушение. Виктория Шарой, Николай Пифанов, События. В Самаре в рамках строительства станции метро «Театральная» специалисты продолжают переустраивать сети инженерного хозяйства. Работают с трубами газа и водоснабжения. В историческом центре вскрыли дорожное полотно в районе перекрестка улиц Вилоновской и Галактионовской. Здесь расположены две газовые магистрали разных диаметров в 300 и 400 мм, рассчитанные на среднее и высокое давление при подаче. Трудятся сейчас на участке улицы Вилоновской от корпуса технического университета до угловой части площади Куйбышева. После отключения 300-го газопровода сегодня отключали и 400-й. Трубы будут пересекать тоннели метрополитена, поэтому при перекладке подрядчик позаботится о том, чтобы инженерные коммуникации были защищены специальными футлярами. Это необходимо, чтобы исключить влияние сетей на тоннели в случае аварийной ситуации. Сегодня, если мы говорим с 8 до 20, идет переврезка газопровода среднего давления в двух положениях, как и мы прогнозировали, и 3-го числа встают под благоустройство той полосы, которая сегодня у нас была открытым способом проработана. Также в районе улиц Вилоновской и Галактионовской участок к середине месяца готовят к переврезке водопровода большой трубы диаметром 800 мм. На второй площадке метростроя у перекрестка улиц Полевой и Новосадовой готовятся к установке башенных кранов и крана мостового типа. Они необходимы, чтобы в будущем специалисты собрали в этой зоне тоннели-проходческий комплекс, когда доставят его детали. Все работы остаются под пристальным контролем и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. Появление станции театральная позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру города, чему уделяет повышенное внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В будущем, с открытием станции подземки, жители отдаленных районов смогут быстро и комфортно добираться в центр города и обратно. При увеличении пассажиропотока муниципальное предприятие Самарский метрополитен обеспечит сокращение интервала движения до 7-8 минут, в том числе за счет выпуска на линию большего количества поездов. Капитальный ремонт шести вагонов в настоящее время продолжается в заводских условиях в Санкт-Петербурге. Столицу региона продолжают активно готовить к предстоящему пляжному сезону, который откроется через две недели. Водолазы очищают дно Волги от мусора, а техника разравнивает песок. За ходом работ на Самарских пляжах наблюдала Ксения Баканова. Водолазы ищут клады, только кладов им не надо. Александр Апарин в специальном костюме, ластах и маске чувствует себя, как рыба в воде. Сегодня достает сокровища со дна реки Волги. Трофеи разные, рассказывает мужчина, но их объединяет одно. Все они представляют угрозу для отдыхающих, а обеспечение комфорта и безопасности в приоритете. Его товарищ по заплыву измеряет глубину водоема. Все данные фиксируются. Это необходимо для дальнейшего формирования зон для купания детей и взрослых, которые не умеют плавать. Это зоны с глубиной не более 1 метра 20 сантиметров. Обязательно оформляется акт о выполненных объемах водолазных работ, в том числе с предоставлением информации о наличии или отсутствии выхода грунтовых вод, водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду. У нас есть контрольные точки, на которых водолаз отходит на определенные расстояния. Промеряем по метражу, чтобы был более четкий рельеф прописан. Я как раз водолаза отправляю на ту конкретную точку. Через каждые 5 метров он встает, мы видим, на какой глубине он стоит. То есть мы видим по шесту, на каком расстоянии от кромки воды какая глубина. Такие виды работ необходимы и полезны, считают жители. Для улучшения экологии, для улучшения окружающей среды, для того, чтобы нам всем было комфортнее, уютнее и приятнее находиться на пляже, пользоваться тем, что нам дает природа, всеми этими возможностями. А тем временем, на второй очереди набережной, подрядчик уже приступил к работам по планировке пляжа. На разравнивание вот такого бархана уходит около пяти часов. В основном песок разравнивают механизированным способом. Он чистый. Предварительно его специально просеяли, избавили от крупных камней, а также мусора. Для комфорта отдыхающих его необходимо распределить как можно ровнее по всей территории. Напомним, что отгрузка с баржи традиционно началась с первой очереди Самарской набережной. Песок завозят с 24 мая, когда уровень воды в Волге снизился, преодолев отметку в 29 метров. С первым этапом разравниваем после зимы все намывные горы, сравниваем низины. После этого начинаем планировку песка, завезенного баржами. Самое сложное в этой работе – это людей в жару разгонять с пляжа, которые идут купаться, а тут мы. Ну, огораживаем периметром, просим деликатно подвинуться в сторонку право-лево. Ежегодно в Самаре к купальному сезону приводят в порядок 9 официальных городских пляжей. В Красноглинском районе, в районе 1-й, 2-й, 4-й очередей набережной реки Волга, в районе спуска по улице Советской армии, загородного парка, барбошины поляны, санатория Можайский, а также пляж обустроят на Мустрюковских озерах, у фестивальной поляны на время проведения Грушинского фестиваля, который в этом году будет юбилейным. У нас в период весеннего половодия смывается практически все с нашей стороны. В среднем мы ежегодно завозим порядка 17,5 тысяч песка нашего же речного воска, который рассыпаем на пляже. На заключительном этапе подготовки пляжей подрядчик завезет специальное оборудование – теневые навесы, качели, зонты и многое другое. Общее количество – 1774 единицы. Каждый год стараются добавлять что-то новое, чтобы улучшить качество отдыха горожан. Оборудуют и пляжи для маломобильных граждан. Создание доступной среды – одно из приоритетных направлений деятельности. Ксения Баканова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. В этом месяце вступают в силу два важных изменения для семей с детьми. График выплаты детских пособий, а также отменяется уплата НДФЛ в случае продажи земли. Туристам снова будут выдавать загранпаспорта на 10 лет, а магазинам запретят продавать вейпы на открытых витринах. Об этих и других нововведениях июня расскажет Светлана Кудрявцева. В социальном фонде России назначили единую дату выплаты материнского капитала. 5 числа денежные средства будут перечислять за прошедший месяц. Я напомню, что у нас существует программа, по которой можно получать средства из материнского капитала на детей, не достигших трехлетнего возраста. Во всей стране, в разных регионах установлены разные даты выплат. Теперь вводится единая дата выплаты, это 5 число месяца, следующего за отчетным. Причем сейчас в большинстве регионов люди получают выплаты месяц в месяц. Ну, например, то есть выплату за апрель они получают, например, 5 или 15 апреля. Теперь выплату за апрель будут получать 5 мая. И для получения по новым правилам никаких заявлений подавать не требуется. Это произойдет в автоматическом режиме. В социальном фонде России напомнили, что семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов имеют право на дотацию из материнского капитала. При установлении нуждаемости учитываются не только зарплата родителей, но и начисления по больничным листам, субсидии, стипендии, пенсии и социальные выплаты. Семьи с двумя и более детьми смогут не платить налог с доходов от продажи земельных участков, на которых находятся индивидуальный жилой дом и хозяйственные постройки. Я напомню, что у нас с 21 года были освобождены те граждане, которые продавали единственное жилье и улучшали свои жилищные условия в этом году. Аналогичный принцип теперь будет применяться и при продаже земельного участка. До конца лета детям от 10 до 17 лет будет доступна 50-процентная скидка на проезд в поездах дальнего следования. Скидка действует в плацкартных и общих вагонах скоростных пассажирских поездов, в некоторых ласточках, а также в двухэтажных вагонах купе. С этого месяца вводятся ограничения, связанные с продажей вейпов и кальянов. Отныне их можно будет продавать только в магазинах и закрытых павильонах. Запрещается продажа на ярмарках, дистанционным способом и через автоматы. И также теперь кальяны и устройства для употребления никотиносодержащей продукции нельзя будет продавать открытым способом. Но мы знаем, что сигареты у нас все продаются в закрытых специальных коробах. То же самое теперь распространяется на кальяны и устройства для употребления этой продукции. Приятное изменение ждет любителей путешествия и возобновляется выдача биометрических загранпаспортов, которые выдаются на 10 лет. С февраля прием заявлений на выпуск таких паспортов был временно приостановлен из-за высокого спроса на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта. А вот тем, кто собрался приобрести квартиру в кредит, стоит активнее собирать первоначальный взнос. Центробанк начал его постепенное увеличение. С июня будущие льготные ипотечники должны иметь минимум 20% от стоимости жилья на первоначальный взнос, а с 1 января 2024 года первоначальный взнос вырастет до 30%. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События. Далее, коротко о других темах. Международный аэропорт Курумыч подтвердил готовность к работе в летний период. Об этом сообщили в пресс-службе. Ежегодная обязательная подготовка включает в себя проверку состояния летного поля и искусственных покрытий аэродрома. Профилактические работы на светосигнальном оборудовании, наземного оборудования, а также обучение персонала. Проконтролирована работоспособность пожарной техники, оборудование и снаряжение пожарных кранов, средств поиска и спасения. Проверено состояние зданий и сооружений. Снегоуборочная техника, а также диайсеры направлены на техобслуживание. На перроне вместо них летом будут работать вакуумно-уборочные и подметальные машины. Поделились в пресс-службе. В предстоящие выходные дни со 2 по 4 июня Сотрудники госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверочные мероприятия. Об этом сообщили в региональном ГУМВД. Приоритетная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. В том числе выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на проезжей части. В Самаре пройдет первая масштабная деловая встреча для бизнес-мам, куда можно будет прийти с ребенком. В воскресенье 4 июня с 15.00 до 19.00 активные мамы встретятся в одном из фуд-пространств, чтобы получить новые деловые знания, пообщаться, поделиться опытом и рассказать о себе. Уникальный формат мероприятия позволит мамам-участницам без отрыва от декрета получить знания и полезные бизнес-инструменты от действующих предпринимателей. Миссия нефорума «Мама в деле» – содействие профессиональному росту и реализации женщин в декрете. Развитие активного материнства и родительской мобильности. В Красноярском районе суд рассмотрел уголовное дело по факту угрозы убийства несовершеннолетнему ребенку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Самарской области. Со слов обвиняемого, 8-летний сын вызвал его ярость, когда сделал замечание с просьбой прекратить застолье. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, местный житель повалил ребенка на кровать и схватил обеими руками за шею. Свои противоправные действия злоумышленник прекратил, когда собутыльник вмешался в происходящее, и ребенок смог вырваться. Мальчик выбежал раздетый и побежал к отделу полиции. Уголовное дело с обвинительным актом в отношении местного жителя направили в суд. В суде дело было прекращено, так как обвиняемый помирился с сыном и женой. С пятницы 2 июня изменилось расписание паромной переправы по маршруту «Октябрьский спуск – Рождествено». Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии. Из Самары с «Октябрьского спуска» паром теперь будет отправляться в 8, 11, 14, 18 и 20 часов. Из «Рождествено» рейсы запланированы на 6.00, 9.30, 12.30, 16.30 и 19 часов. Ознакомиться с расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия. Обладатель двух премий Грэмми на Самарской сцене Ильдар Абдразаков своим басом заворожил ценителей творчества Федора Шаляпина. В амфитеатре «Склона Площади Славы» состоялся концерт, посвященный этому русскому певцу. Музыкальный фестиваль Юрия Башмета проходит в Самарской области уже второй раз при поддержке главы региона Дмитрия Азарова. Тему продолжит наш корреспондент. «Рождец державный, возрис небес на слезы верных слуг». На сцене амфитеатра на склоне Площади Славы Ильдар Абдразаков, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий Грэмми, исполняя для самарских ценителей классической музыки арии из опер, романсы и песни из репертуара Федора Шаляпина на музыку Чайковского, Мусоргского и Рахманинова. В этом году музыкальный фестиваль Юрия Башмета посвящен именно творчеству этого оперного и камерного певца начала 20 века. Главное, что фестиваль продолжается, при том, что губернатор большой мой друг, и он любит искусство и музыку. Я думаю, что у нас получится дальше расширять фестиваль, чтобы он хотя бы длился сколько-то дней. Музыкальный фестиваль Юрия Башмета традиционно проходит во многих городах России. Музыкант активно гастролирует по всей стране, продвигая лучшие образцы классического искусства, объединяет на сцене ведущих маэстро со всей России. В Самаре фестиваль проходит при поддержке регионального правительства. Мы надеемся, что сегодня наш замечательный слушатель, самарский житель, может быть, туристы, которые сейчас находятся в нашем городе, получат огромное наслаждение от этого высокого искусства. И мы хотим сегодня, чтобы все получили чуточку добра, любви, прекрасной музыки и хорошего настроения. Первый фестиваль Юрия Башмета в прошлом году собрал рекордное количество зрителей. В этом ценителей высокого искусства было не меньше. Зрители очень разные. Я вот смотрела, это и преподаватели музыкальных школ, это преподаватели из академии. И просто люди. Вот сегодня я тоже пришла, например, человек, который к музыке не имеет никакого отношения. Людям это не хватает, и они приходят и с удовольствием слушают. Это здорово. Фестиваль Башмета – это театральная площадка под открытым небом. Эффективная форма создания культурно-творческой среды в Самаре и области. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Оригинальность и эмоциональность исполнения. В Самаре подвели итоги танцевального марафона для детей с ограниченными возможностями здоровья. Свои номера они записывали на видео и высылали для оценки жюри. Танцевали онлайн, но награждение в формате живого общения. В Самаре устроили праздник для детей-участников танцевального марафона с особенностями здоровья. Когда в период ковида невозможно было встречаться, проводить вот эти все встречи непосредственно с участием детей и членов семей. Но хотелось, чтобы были дети вовлечены, чтобы разнообразить вот это вот их время, которое находились все дома. И тогда мы придумали вот этот вот конкурс, онлайн-конкурс, танцевальный марафон. Многие дети, конечно, имеют ограничения в движениях, но у нас здесь ограничений никаких нет. Как говорится, вот конкурс без границ. Все номера участники записывали на видео и отправляли организаторам. Жюри оценивало оригинальность и эмоциональность исполнения. Так как среди разной категории инвалидов детей нельзя провести первое, второе, третье место, поэтому было отобрано самые яркие номера. Это пять номинаций. У каждой номинации имеется свое название. И остальные все – это то, что приняли участие в этом конкурсе. Мой ребенок участвовал в конкурсе с братом. Этот конкурс был для нас впервые. Сегодня мы участвуем в награждении. Замечательная вообще атмосфера. Все очень нравится. Спасибо большое. Благодарны очень организаторам. Кульминацией праздника стал поход в контактный зоопарк, где дети смогли погладить и покормить животных. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Культурно-массовая программа с подарками для детей с ограниченными возможностями здоровья прошла во Дворце ветеранов. Праздник приурочили к Международному дню защиты детей, который накануне отметили во всех районах города. Подробности в репортаже Сергея Кизоркина. В страну невыученных уроков попали юные зрители в Международный день защиты детей. Кукольный спектакль с таким названием показал театр «Светлячок» на сцене Дворца ветеранов. Я пришла с сыном. Сына моего зовут Али. Ему 8 лет. Спасибо огромное, что нас пригласили сюда. Мы сюда попали с приглашения в центр семьи. Спасибо огромное. Моему ребенку очень нравится здесь быть. Мы здесь всегда приходим на представления. Очень часто здесь очень красивые представления. Дворец ветеранов круглый год устраивает для детей с ограниченными возможностями здоровья утренники на главные праздники страны. Каждая такая встреча тематическая. И Международный день защиты детей не исключение. Цель нашего сегодняшнего мероприятия – создать настроение, соответствующее и детям, и родителям. Смысл в чем? Что в стране невыученных уроков, да, есть такая страна, но лучше в ней не жить и лучше в нее не попадать. Заниматься, стараться, учить, быть внимательным, помогать родителям. Всероссийское общество инвалидов для своих подопечных приготовило подарки – продуктовые наборы от местных производителей. Благодаря инициативе губернатора Дмитрия Азарова такая поддержка с каждым годом становится все более ощутимее. А в людях сейчас больше пробуждается чувство сочувствия, понимание проблем и даже желание помочь в их решении. То есть это очень важное человеческое доброе отношение к детям, а к таким детям особенно. Получили подарки и поздравления с Днем защиты детей и те инвалиды, которые по состоянию здоровья не смогли приехать во дворец ветеранов. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. В ближайшие дни верующие христиане Самары могут поклониться одной из величайших христианских святынь – поясу Богородицы. Его фрагмент пробудет в Софийском соборе Самары до 4 июня. Галина Топилина подробнее. 1 июня в Софийский собор Самары прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Это одна из христианских святынь. По преданию Богородица сплела его из верблюжьей шерсти и носила всю жизнь. По преданию сама Пресвятая Дева Мария отдала его в свое время на хранение апостолу Фоме. Потом он какое-то время хранился среди ранних христиан, среди верующих людей. И в начале 5 века был торжественно перенесен в столицу, тогда молодую еще столицу, Новую Константинополь. И с тех пор хранился там. Со временем его разделили на несколько частей. Основная часть пояса Богородицы хранится на Афоне. Небольшой фрагмент этого пояса в 2011 году был передан на хранение в Казанский кафедральный собор в город Санкт-Петербург. Православные верят, что прикосновение к святыне избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства. Она помогает. Господу тоже благодарю за все. Очень сильно благодарю. Особенно моим детям помогает. Фрагмент пояса Богородицы пробудет на Самарской земле до 17.00 4 июня. Молебны перед святыми будут служиться по окончании божественной литургии в 12.00, 15.00 и по завершении вечерней службы. Галина Топилина, Константин Головин, События. Поборолись за звание лучшей команды и показали настоящий дух соперничества. В Самаре в парке Гагарина прошел финал районного этапа городских соревнований «Высший класс» среди родителей-школьников. Папы играли в футбол и баскетбол, а мамы показали спортивные танцы. Ксения Баканова продолжит тему. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове. Победы года поднимаем в России знамя. Вместо спортивного инвентаря – костюмы с символикой России, блестящие помпоны и красная помада. В этом виде спорта главная – зрелищность, уверена команда 49-й Самарской школы. Тренировались долго и упорно, а все для того, чтобы показать хороший результат. Чувства и эмоции после выступления переполняют, рассказывает участница Анастасия Антипова. «Сильное, конечно, волнение, радость от того, что мы, в принципе, сделали все, что мы смогли. Поэтому ждем только справедливое решение судей и надеемся, что первое место будет наше». Готовить номер команде помогала тренер Ольга Лепатунина. Пирамиды, станты, шпагаты и прыжки. Выступление любой команды строится из сложных акробатических элементов. Но главное правило успеха – это сильный командный дух. «Когда родители замотивированы этим, то это не тяжело. Они тоже вдохновляют, они тоже дают идеи. То есть это просмотр видео, это проба сложных элементов. Кто-то приходил попробовать себя, кто-то остался с того года. Но вот осталась самая, скажем, сильная наша сегодня шестерка». В Самаре в парке Гагарина проходит финал районного этапа городских соревнований «Высший класс» среди родителей-школьников. Мама и папа демонстрируют свое мастерство в трех видах спорта – футболе, баскетболе и черлидинге. «Папы у нас любят играть и в футбол, и в баскетбол. А когда стали думать, каким видом спорта могут заниматься мамы, так, чтобы это было эстетично, красиво и в поддержку нашим сильным папам. Он понял, что, конечно, это должен быть чир-спорт с помпонами красивые, мамы с кричалками». «Дети болеют за родителей, мама за пап, папа за мам. Любовь, дружба, спорт – все это основные характеристики наших соревнований». Важно приучать детей к спорту с раннего детства. Тренировки должны войти у ребенка в привычку, а затем превратиться в хобби, утверждают специалисты. Задача родителей – поддержать и помочь. А лучше – сделать это вместе, ведь хороший пример всегда заразителен. «Самая главная идея этого мероприятия – именно объединить родителей. И я думаю, эту идею мы достигаем. Команды промышленного района самые сплоченные, самые сильные. И я верю, что наши команды обязательно в этом состязании победят». Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале Самарского района жителей и гостей города приглашают на районный фестиваль настольных игр. Он состоится 13 июня в 11.00 и будет проходить в районе пешеходной зоны на пересечении улиц Ленинградская, Молодогвардейская. Принять участие в фестивале и поиграть в такие игры, как «Жульбак» и «Шашкит» могут все желающие. Не оставлять без присмотра смартфоны на зарядке рекомендуют в телеграм-канале Кировского района. Довольно много пожаров происходит из-за гаджетов. При этом в 86% случаев причина пожара – неисправность зарядных устройств. Чтобы избежать пожара при использовании электронных устройств, нужно перестать заряжать технику ночью. Не оставлять без присмотра аккумуляторные батареи, использовать только сертифицированные зарядные устройства. И если телефон набрал 100% питания, следует отключить его от сети. В телеграм-канале Красногринского района напоминают, что государство помогает федеральным льготникам оплачивать 50% стоимости услуг ЖКХ. С 1 июля такая поддержка будет доступна по единому стандарту. Чтобы получить скидку в МФЦ, необходимо подать следующие документы – паспорт или свидетельство о рождении, документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!